Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. Успешное начало сезона. Норвегии прошел этап континентального кубка по лыжному двоеборью. Спортсменки соревновались в прыжках на лыжах с трамплины и преодолели дистанцию 5 километров. В первом старте Стефания Надымова, представляющая Пермский край, показала лучший результат. На финише она опередила японку Аяне Миядзаки на 0,6 секунды. Во второй день Надымова стала второй. Японская спортсменка Миядзаки была быстрее на 11,7 секунды. Там же в Норвегии прошел восьмой этап Кубка мира по санному спорту. Российская сборная «Наш регион» представляла Татьяна Иванова. В женской части соревнований она показала шестой результат. Ее партнер по национальной команде Виктория Демченко стала пятой. Также состоялся спринт, где Иванова оказалась восьмой. Владислав Южаков, выступающий в паре с Юрием Прохоровым из МОС области, заняли 15 место в споре мужских двоек. В Единой Риге ВТБ вновь сыграла Парма. Наши баскетболисты дома встретились с питерским «Зенитом». Упорный матч завершился с победой гостей 99-94. В составе Пермякова самым результативным стал Миллер Макинтер. Он набрал 24 очка, сделал 9 подборов и 6 передач. Впереди у Парма игра на выезде в Казани против местного «Уникса» 28 января. Молот Прикамья продолжает выездное турне по регионам Урала. Наша команда провела матчи в Челябинске и Орске. Челмет у Пермяки уступили 0-3, а у Южного Урала выиграли по булитам 3-2. В основное время отличились и Пимахин, и Чистяков, и победный булит записал на свой счет Ремов. Заключительный матч гостевой серии Молот проведет 23 января в Училах против местного «Горняка». У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.